Содержание статьи, законы бот-экономики, финансовые боты рассказываем, как быстро растет рынок ботов и что он может предложить уже сегодня. Более 4 миллиардов человек, сидящих в интернете, пользуются хотя бы одним мессенджером. Лидируют на этом рынке Facebook Messenger, WhatsApp и Telegram. Число сервисов, основанных на искусственном интеллекте, растет каждый день. Им нужен канал, чтобы общаться с реальными людьми, и чат-боты — один из подходящих вариантов. Законы бот-экономики услуги, связанные с отправкой сообщений, существовали в интернете с незапамятных времен, но рождение бот-экономики можно отсчитывать с июня 2015 года, тогда Telegram, сегодня у него более 200 миллионов пользователей, запустил бот-платформу и магазин ботов. Сейчас в нем уже тысячи ботов, одни транслируют новости, другие находят пользователям ссылки на футбольные матчи или порно. Как виртуальная реальность изменит порноиндустрию в этой области созданы десятки стартапов. Некоторые из них предоставляют инструменты, например, Читфьюл, сайт, помогающий создавать ботов для Telegram. Другие предлагают специализированные услуги, Диджит позволяет работать с банковским счетом, ПАНА — это онлайновое туристическое агентство, принимающее текстовые заявки и превращающее их в заказы, а Микан предназначен для создания совещаний в Slack. Экономике ботов тоже нужны отраслевые лидеры, и Майкрософт и Фейсбук очень хотят сыграть эту роль, большинство смартфонов работают на iOS и Android, а рынок ботов остается как бы ничьей территорией. Конечно, нет никакой гарантии, что боты окажутся столь же успешными, как приложения. Для разработчиков преимущества могут одновременно быть недостатками, если боты проще в разработке, значит конкуренция выше. А потребители могут оказаться перегружены изобилием сервисов и способов взаимодействия, как и в случае с приложениями, чтобы боты нашли свою нишу, потребуется множество экспериментов, и многое здесь зависит от владельцев платформ. Финансовые боты Боты в Telegram есть много ботов, созданных, чтобы облегчить пользователю ведение бизнеса, в том числе инвестиционного, а также помочь с финансовым планированием. Их можно разделить на несколько основных групп. Боты для управления финансами Боты для работы с инвестициями и фондовым рынком Боты для инвестиций, и просто для поиска нужных индексов. Например, бот Unicorn Bay предоставляет информацию об акциях, облигациях и биржевых фондах, позволяя искать бумаги на биржах разных стран и давая инвестиционные рекомендации. Если вас интересует торговля на Форексе, для вас создан бот Forex Brokers Reviews, он покажет новости и рекомендации, связанные с Тор. Полный текст читайте на сайте Cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok